Стоит ли менять резину с летней на зимнюю? С приходом холодов этим вопросом задаются многие кубанские водители. В условиях теплого и мягкого климата переход с одного вида покрышек на другой кажется нерациональным. Зима в отдельных районах Краснодарского края может быть вообще без снега, и многие водители не считают нужным переобувать собственное авто. Я зимой не ешу, ребята, вообще. Уже не тот возраст, поэтому только дача и все. По закону вообще-то меняется резина, ну и лучше всего летнюю на зимнюю поменять, конечно. То есть заботитесь о собственной безопасности? Естественно. Конечно, заботимся. У меня жена, дитё в машине, как бы. Ну вот лучше всего взять липучечку, поставить. Когда погода будет меняться, и в этом будет необходимость. Я живу здесь первые 2-3 месяца, поэтому буду по ситуации, по обстановке. Или просто тупо ездить не буду в какие-то времена, а может быть буду. Резина зимняя есть. А буду не буду, пока не решил. Правила дорожного движения разъясняют ситуацию. В зимний период запрещается эксплуатация транспортных средств категории М1 и Н1, неукомплектованных зимними шинами. Это касается обычных легковых автомобилей и грузовиков с допустимой максимальной массой не более 3,5 тонн. Уважаемые жители и гости Северского района, Госавтоинспекция напоминает, что с наступлением зимнего периода водители начинают сталкиваться с тяжёлыми дорожными условиями. В соответствии с техническим регламентом Таможенного союза о безопасности колёсных транспортных средств определён зимний период времени, когда должна быть установлена резина зимняя, это ямварь, февраль, декабрь месяц. Вождение зимой на летней резине опасно даже без снега и гололёда на дороге. Таково свойство самого резинового корда. В условиях низких температур он дубеет. Соответственно, не происходит сцепления с дорогой, и риск потерять управление автомобилем увеличивается. Даже если на авто зимняя резина, водитель обязан следить за глубиной протектора. Она не должна составлять менее 4 мм на самом изношенном месте. Манера вождения у водителей должна соответствовать дорожным и погодным условиям. В зимний период особенно опасно совершать резкие манёвры, которые могут привести к потере контроля над транспортным средством. Использовать шипованную резину или так называемую липучку – вопрос, который правила не регламентируют. Главное, чтобы на ней была маркировка латинскими буквами М и С. Это касается и всесезонных шин, на которых можно ездить круглый год. Но и изнашивается такая резина быстрее. О среднем ценнике комплекта зимних шин говорить сложно. Это зависит от марки машины и диаметра диска. В любом случае поменять резину дешевле, чем восстанавливать автомобиль после аварии.